Бабушка, ты где? Я найду тебя. Бабушкина бита. А это что за чудное устройство? Написано «Виртуальная реальность». Кажется, это нужно одеть на голову. Сейчас проверим. Интересно, куда это меня закинуло? Ой, что это? Меню пользователя. Статистика пользователя. Создать аватар. Выйти в реальность. Отдать душу. О, инвентарь. Может там денежка у меня имеется? Чего? Одни нули? Я беден, как церковная крыса. Зато шапочка имеется. Ой, я случайно нажал на нее. Она мне не идет. Так я на клоуна похож. Как ее снять? Отменить. 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 Не снимается? Хм... Ладно, потом изучу меню. А что там интересненького? Счастливый фермер. Битва королей. Лучники против орков. Война снайперов. Симулятор шахтера. Перестрелка. Царь горы. Варвары. Тайные убийца. Что это все значит? Это название игр. А портал и вход в них новичок. Ой, кто вы? Я такой же игрок, как и ты. Давайте познакомимся. Меня зовут Балди. Куда он пропал? Помни, новичок. Тут никому нельзя доверять. Странный какой-то. Почему спрятался? Кажется, на поляне другие игроки собираются. Может, они мне расскажут, что тут происходит? Дяденька, а я вас, кажется, уже видел. Вы не расскажете, что это за место? И почему тут так много знакомых лиц из нашего города? Да я и сам толком еще не разобрался. Эй, мальчик, ты куда? Ты меня слышишь вообще? Извините, я на минуту. Кто эта прекрасная незнакомка? Она словно ангел, спустившийся с небес. Еще чуть-чуть, и это будет любовь с первого взгляда. Я должен пригласить ее на свидание и познакомиться поближе. Но не при всех же это делать. Дяденька, я прошу вас мне помочь. От вас зависит моя судьба. Да что ты несешь, парень? Если ты ищешь туалет, то тут его нет. Видите эту красивую девочку? Прошу вас, скажите ей, что у того дерева ее ждет прекрасный молодой человек, который сделает ее счастливой. Ладно, скажу. Эх, молодежь. Сейчас она придет, и что мне ей сказать? Я люблю вас. Нет, для этого еще рано. О, вашей маме зять не нужен? Как-то по-дурацки. Спросить, как пройти в библиотеку, тоже глупо выходит. Ой, Балди! Ах ты лысый бездельник! Ты чего сюда приперся? Бабушка? Нет, прекраснейшая. Да, это я твоя бабушка. Но как? Ничего не понимаю. Моя бабушка стара как мир и страшна как же... Ай! Думаешь, что говоришь? Просто я изменила свой аватар. Нельзя, что ли, хоть раз в жизни почувствовать себя красоткой? Аватар? Точно, в пользовательском меню была такая кнопка? Да уж, неожиданно. Как-то непривычно тебя такой видеть. Ты как сюда попал, негодник? Я же сказала тебе делать уроки. Мой мозг перегрелся от учебы, и я решил сделать перерывчик небольшой. Спустился вниз, чтобы ты меня накормила. Но он нашел только твою биту на полу и странное устройство. Одел его на голову, и вот я тут. Получается, мы исчезли в реальной жизни? Что за чертовщина? Виртуальная реальность вроде бы не так работает. Пойдем, спросим у других, что это за место. Приветствую вас в цифровом цирке. Вы новички, и я расскажу вам, чем вы будете заниматься оставшиеся дни вашей никчемной жизни. Как это понимать? Что вы себе позволяете? Это похищение. Вы специально подсунули нам те дьявольские устройства, призвав сюда. А теперь издевайтесь над нами. Я буду жаловаться в полицию. Я полиция. Кто звал полицию? Господин полицейский, разберитесь, пожалуйста. Что тут происходит? По какому праву они смеют... Молчать! Еще одно слово. Я исключу тебя из игры. Все вы находитесь в цифровом мире, созданном мной. Посмотрите на те порталы. За ними находятся игры, в которых за победу вам выдаются кристаллы. Соберите семь кристаллов, и вы сможете выйти отсюда в реальный мир. Ну что ж, смертные, это цифровой цирк. Развлекайте меня. Я не собираюсь играть в ваши игры. Я серьезный человек. Директор школы. Я не играю в игры. А я не клоун. И не собираюсь развлекать этого сумасшедшего. Давайте выйдем отсюда. Ах да, а я совсем забыл сказать, смертные. У каждого из вас есть всего три жизни. Потеряйте их, и вы исчезнете навсегда. Ахахахаха. Ну все, я так не играю. Кажется, в меню я видела кнопку выхода. Вот она, и вы как хотите, а я выхожу из этого дурацкого цирка. Да вы издеваетесь. Меню. 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 У меня то же самое. Получается, мы тут застряли. Убили, убили. Там человека убили. Где? Да что тут происходит? Стой, парень. Не ходи туда. А, это опять вы? Ну там же человека убили. Нужно разобраться. Возможно, это ловушка. Пойдешь туда, и сам умрешь. Я же тебе говорил, что тут нельзя никому доверять. Но зачем игрокам убивать друг друга? Я не понимаю. После смерти игрока выпадает кристалл. И ради них, многие готовы пожертвовать жизнями других. Лишь бы самим выжить, и выйти отсюда. Вы поэтому прячетесь в кустах? Да, после каждой смерти, игрок воскресает на стартовой площадке. У каждого всего три жизни, и у меня осталась одна. Если я умру, то исчезну навсегда. Но ведь это бред, такого не может быть. Вдруг на самом деле никто не умирает, а просто выходит в реальный мир. А ты желаешь это проверить? Я не собираюсь так рисковать. Если что, ты меня не видел. Балди, с кем ты разговариваешь? А, я сам с собой. Похоже, от таких новостей у тебя крыша поехала, внучок. Но не беспокойся. Бабуля о тебе позаботится. Бабушка, а ты не могла бы вернуть свой натуральный облик? А то мне очень неловко видеть тебя такой. Ух, спиногрыз мелкий. Только о себе и думаешь. А бабушка, может, хочет почувствовать, каково это быть молодой и красивой. Все слушайте сюда. Кто обидит моего внука, будет иметь дело со мной. Что ты о себе возомнила, соплячка? Молоко на губах еще не обсохло, а уже дерзишь. Ты как с нами разговариваешь? Совсем взрослых не уважаешь. Ах так. Так, тогда... Меню. Сменить аватар. У кого-то еще есть вопросы? О боже, что это за страшная ведьма? Такой связываться себе дороже будет. Идем отсюда. Здравствуйте, а я вас знаю. Скажите, пожалуйста, как это вы так быстро изменили внешность? Загляните в меню, нажмите «Сменить аватар» и выберите любой портрет, который вам понравится. О, спасибо. Я сейчас попробую. А то, знаете ли, не хочется ходить в форме. Просят о помощи. А что я могу сделать, когда тут всем заправляет сумасшедший клоун? Меню. Сменить аватар. Вот этот. Нет, лучше этот. Или может... Нет, это слишком. О, вот этот. Все решили сменить аватары. Но-но. Это опять вы? А что тут плохого? Пусть меняют. Всем хочется быть красивыми. Я вот думаю, может и мне мышиц немного добавить. Спортом лучше занимайся. Они стыдятся, что их узнают, когда они будут убивать знакомых ради кристаллов. Прикрывшись чужой внешностью, легче творить зло. Вы слишком плохо думаете о людях. Скоро сам все увидишь, парень. Если доживешь до этого момента, будь осторожен. Ты опять сам с собой разговариваешь? Кукуха поехала. Слушай сюда, внучок. Вот что я решила. Чтобы выбраться отсюда, нам нужно добыть кристаллы. Идем. Сыграем в какую-нибудь игру. Ты же в этом профи у нас. Почему это я профи? Думаешь, я не знаю, что ты сидишь по ночам и играешь в свою приставку? Хотя я тебе сто раз говорила, что это вредно для здоровья. Молодому организму нужен сон. Но тут все по-другому. Тут все как в реальной жизни. Не согласна. Ты разве не заметил, что мы не ощущаем своих тел? Даю щипнуть тебя. Не хочу. Ай. Ой, действительно. Ничего не почувствовал. Тут нет боли. Скорее всего, тут не нужно кушать и исправлять нужду. Ведь это виртуальная реальность. Возможно, и правила в играх будут в рамках цифрового мира. Так что идем играть. Геймер ты мой ненаглядный. Какую игру выбрать? Выбирай ту, в которой лучше разбираешься. Лучше всего у меня получается стрелять. Вот, перестрелка. Подходящее название. С меня, конечно, мало проку в стрельбе. Но ты же не против взять бабушку в команду за то, что она тебя кормила все детство? Ага, овсянкой. Я даже согласна. Если большая часть заработанных кристаллов достанется тебе. Идем. Мы в игре. Ого, какая пушка. Бабушка, а ты где? Балди, что происходит? Почему ты там, а я здесь? Возьми меня к себе в команду. Приготовьтесь. Игра началась. Бабушка, кажется, я понял. И у меня для тебя плохие новости. Это игра ПВП. Нам придется сражаться друг с другом. Ты что, будешь стрелять в свою любимую бабушку? Я не хочу. Но что делать, если отсюда невозможно выбраться? Сделай что-нибудь. Разберись с этим немедленно. Ты же у нас задрот, а не я. Я не собираюсь с тобой стреляться. У меня глазки старые. Совсем ничего не видят. Что же делать? Как же быть? Я уже проверил, отсюда нет выхода. Значит, выйти возможно только по окончанию игры. Тогда остается только ждать. Может, все само собой разрешится. Ой, кто стреляет? Бабушка, это ты по мне стреляла? Ой, да что ты творишь? Ты же сказала, что не будешь. Ой. А что делать? Раз другого выхода нет, значит, нужно следовать правилам. Раз так, у меня не остается другого выбора. Ох. Прости, бабушка. Вы победили. Вы получаете фиолетовый кристалл. Игра действительно окончилась. А где бабушка? Ах ты мерзкий мальчишка. Как ты посмел убить меня? Из-за тебя я потеряла одну жизнь. Но бой был честный. И что мне оставалось делать, если ты первой начала стрелять? Теперь я буду выбирать игру. Вот. Игра называется варвары. Скорее всего, тут я справлюсь. Я даже согласна взять тебя прицепом на свой паровозик. Будешь помогать бабушке крушить диких варваров. Заходи. Не стесняйся. Дубинка, но она такая тяжелая, что мне ее не поднять. Кстати, мы опять в разных командах. Приготовьтесь, игра началась. Бабушка, ты где? Бабушка. Куда она пропала? Прости, внучок, но раз уж мы не можем отсюда выбраться, мы обязаны сражаться. Бейся за свою жизнь, варвар! Вы проиграли. Вы теряете одну жизнь. осталось две жизни. Балди, внучок, прости меня, но кто знал, что это окажется игра игрок против игрока. По крайней мере, мы квиты. А откуда у тебя дубинка? это приз выдали за безупоречную победу. Понятно. Бабушка, я больше не хочу с тобой сражаться. Да, так не может продолжаться дальше, ведь мы поубиваем друг друга. Я предлагаю разделиться и искать себе партнеров для игры среди чужаков. Ты будешь играть в стрелялки, а я в игры с тяжелым оружием. Так мы быстро соберем кристаллы и вернемся домой. Согласен. Мистер, а вы не хотели бы сыграть со мной в игру? Что этот сопляк задумал? В какую игру вы хотите сыграть со мной, юный джентльмен? Стрелялки. Стрелялки? Да я эту милезгувшивую в расу делаю. Легкая добыча мне досталась. Я принимаю ваш вызов, сэр. Приготовьтесь, игра началась. Не может быть, этот лягушонок победил меня. Вот паразит мелкий. Что вы сказали, мистер? Это вы, юный джентльмен. Поздравляю вас с блистательной победой. Биться с вами было частью для меня. Тогда может сыграем еще разок? Простите, но я вынужден отказаться. Ну погоди у меня щенок. Постой, милок. Что это старая карга хочет от меня? Слушаю вас, мадам. Не хотите ли сыграть со старушкой? Вот это удача. Проиграл тому сопляку, но отыграюсь на этой старой развалине. О, мадам, вы так неотразимы. В какую игру вы желаете сыграть? Идем, милок. Покажу. Проходи. Только после вас, мадам. Приготовьтесь, игра началась. Отправляйся в ад, старая ведьма. Нет, опять меня победила какая-то развалюха. Кого это ты там развалюхой назвал? Приготовьтесь, игра началась. Бабушка, я собрал семь кристаллов. Я тоже. Теперь мы сможем вернуться домой. Это было проще простого. Так, игровое меню, пожалуйста. Выйти в реальность. Ошибка выхода. Неправильный цвет кристаллов. Чего? Ошибка выхода. Неправильный цвет кристаллов. Бабушка, у меня ничего не получается. У меня тоже. Ничего не понимаю. Значит, все было зря. Нас обманули. Отсюда нет выхода. Не вешай нос, внучок. Всегда есть выход. Нужно бороться до конца. Никогда не сдавайся. Да, да, я слышал это уже много раз. Но мы не в силах что-либо сделать. Мы в западне. Все пропало. Что, малой, все свободные жизни продул? А, это вы? Понимаете, я собрал семь кристаллов, но выйти в реальность по-прежнему невозможно. А каких цветов у тебя кристаллы? Что значит каких? Фиолетовых, конечно. Для выхода в реальность нужно собрать кристаллы всех цветов радуги. Фиолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, оранжевый и красный. Но где же их брать? Ведь всегда выпадают только фиолетовые. Не всегда. Фиолетовые выпадают в основном с новичков и простых мобов. Но в играх есть и более сложные мобы и NPC. Также есть боссы разных уровней. За самого сильного дают красный кристалл. Как ты уже наверное понял, у игроков тоже есть уровни. Из них также могут выпадать кристаллы разного цвета. С каждым новым уровнем твоя статистика растет. Прокачайся до седьмого уровня, ты станешь сильнее. Из уже либо вышли в реальность, либо скрывают свою личность, чтобы их не убили пк-шеры. Кто? Пк-шеры это игроки, которые убивают других игроков ради выгоды или развлечения. Ведь я говорил тебе, что тут опасно. Но если игроки становятся сильнее, чего им бояться? Как говорится, один в поле не воин. Даже игрок седьмого уровня не выстоит против толпы коварных, бьющих со спины новичков. А когда у тебя не остается свободных жизней, то и вовсе лучше не рисковать. Спасибо за информацию. А не подскажете какую-нибудь игру полегче, где меньше риска умереть и можно заработать кристаллов. Как ты думаешь, если бы были такие игры, я сидел бы в кустах? Тут нет легких игр, парень. Но я могу посоветовать тебе одну игру, где ты сможешь собрать кристаллы начальных уровней. Там нужно будет много трудиться, но зато не придется сражаться и убивать. Игра называется Счастливый фермер. Спасибо. Извините, мне нужно срочно пойти рассказать это бабушке. Будь осторожен, парень. Помни, тут никому нельзя доверять. Странно, куда пропала бабушка? Когда я уходил, она была тут. Может она заскучала и пошла поиграть в какую-нибудь игру? Молодой джентльмен, хотите я вам что-то покажу? Что вы хотите показать? Идем вон к тому дереву и вы все увидите сами. Извините, но родители не разрешают мне ходить куда-то с незнакомцами. Странный какой-то. Не нравится мне его поведение. Может хочет отомстить за проигрыш? Ладно, пока бабушки нет, пойду сыграю в счастливого фермера. Может на этот раз судьба повернется ко мне передом, а не задом. Добро пожаловать. Вы получили в наследство от дедушки старую ферму. Выращивайте урожай, разводите скот и разбогатейте. Удачи, счастливый фермер. Обожаю такие игры. Постой. Что еще? Знаешь, я устал. Давай продолжение будет в следующей серии, а пока посмотрим, сколько лайков наберется под этим роликом. Ну вот, на самом интересном месте. Ну хотя бы песню спеть можно? Можно.